В Северном Казахстане в 2020 году произошло 46 несчастных случаев на производстве. 6 человек погибли. Один из них монтажник Андрей Щетинкин, который разбился на стройплощадке. Трудовая инспекция завершила расследование по этому делу. Все обстоятельства случившегося в материале Агирим Мукашевой. Упал с 15-метровой высоты. Несчастный случай произошел 9 декабря прошлого года. 44-летний монтажник работал на строительстве Казахского театра в микрорайоне Жасуркен. При невыясненных обстоятельствах он упал с высоты и разбился насмерть. Кто виноват, сам монтажник или работодатель, выясняла инспекция труда. Создали комиссию по специальному расследованию. Вот что выяснили. Генеральный подрядчик ТОО ДБК Инжиниринг нанял субподрядчика Дорожно-строительный Трест. Он в свою очередь привлек ТОО Петропавловский завод металлоконструкций. Предприятие изготавливало и поставляло этот стройматериал. Бригада из семи человек приехала на монтаж металлоконструкций. Среди них был Андрей Щетинкин. Так совпало, что именно в этот день всю работу на стройке остановили. Эксперт технодзора выявил нарушения и отклонения по проекту. Монтажников спустили вниз, работа встала. По крайней мере, должна была. Однако работники бригада в составе семи человек, они без поручения, как говорят сами очевидцы, поднялись опять на высоту, на 14,5 метров на этот участок производства работ и хотели подготовить листы на следующий день работы. То есть разложить эти листы. Так как они все были по нумерациям, их нужно было каждый положить в свое место. Данные листы, они были складированы где-то в полутора метрах от края перепада по высоте. Раскладывал их и Андрей Щетинкин. Он был в метре от края. По словам очевидцев, на монтажнике был страховочный пояс, но он не пристегнулся. Хотя такая возможность имелась. Балки находились недалеко. Сам момент падения другие рабочие не видели. Что тогда случилось с Андреем, так и осталось загадкой. Зато, кто виноват в трагедии, трудовая инспекция выяснила. Генеральным подрядчикам ТОДБК Инжиниринг не был разработан план мероприятий, так как на данном объекте одновременно работали сразу несколько организаций. Также со стороны работодателя не было установлены опасные зоны. Они не были отмечены знаками безопасности, где нельзя находиться работникам. Также со стороны погибшего Щетинкина имеются нарушения. А именно бригада, как показало расследование, залезла на высоту самовольно. И погибший не воспользовался страховочным поясом. Почему, загадкой для его коллег. Андрей был опытным монтажником, профессионалом своего дела. По итогу вину в произошедшем разделили 50 на 50 между погибшим и работодателем с генподрядчиком. Они должны выплатить компенсацию семье покойного. Материалы дела сейчас в полиции. Всего в прошлом году в Северном Казахстане было 46 несчастных случаев на производстве. Шесть человек погибли, 49 получили травмы, 26 из них тяжелой степени. Все случаи расследовала инспекция труда. Занимаются ее специалисты и задолженностями по зарплате. В прошлом году проверили 20 организаций. В общей сложности они не выплатили свыше 1800 работникам 218 миллионов тенге. Недобросовестные руководители получили штрафы. Большинство перед сотрудниками совесть очистили. В их числе и трехлетний должник ТО «Казградстроенес». Его работники наконец получили кровные за четыре месяца 2018 года. В списке должников остались Международный аэропорт Петропавловска, специальное охранное подразделение «Рысь» и предприятие «Банкрот» ТО «Кайран-Колястык». Айгири Макашева, Михаил Казначеев, Новости МТРК.